В прямом эфире новости голоды. В прямом эфире Саша Юблей седьмого канала. И церемония вручения премии Большая Семерка. Одна из Большой Семерки Галина Савина сидела в первом ряду и переживала. Как же ее лицо да на большом экране. На восьмом десятке и Галина Савина попала в паутину, в мировую. И ее затянули сети социальные. Да так, что по компьютерной грамотности влогжанка оказалась впереди всех пенсионеров всей страны. Удивлялась в зал корреспондент Людмила Малинина. А стажеры ТВ-7 в зал удивляли. Юбилей как повод вспомнить все их перлы. Семь пескоструйных машин работали всю ночь, не смыкая глаз. Но такие ляпы в эфир не попадают. У их авторов после редакторской проповеди до сих пор краснеют щеки. Зато после такой адресуры прямым ходом в штат федеральных СМИ. Семерка даже в масштабах области является кузницей кадров. Вот, коллеги, согласитесь, приятная уже очень часто на центральном телевидении Ася Емельянова, которая сегодня прекрасные репортажи из зарубежных стран ведет. И знаете, как тепло, приятно осознать. А ведь она у нас в Вологде на семерке работала. А Сергея и Наташу Деминых не крутят по центральным СМИ. Зато вологодские телеканалы включились в их проект. Потому что если не мы, так тоже вообще. Право на счастье, название проекта, дарят это право детдомовским детям. Их будущих родителей Демины объявили в телерозыск. О том, как государственные дети хотят стать хоть чьими-то частными, знают их воспитатели. И журналисты, частые гости в детских домах. Не то что усыновить каждого хочется, понимаю, что это невозможно. Хоть по пирожку купить, хоть в цирк свести, хоть что-нибудь сделать. И нашлись люди, которые взяли и начали делать. А еще одна героиня премии «Большая семерка» не чувствует себя военно обязанной, но обязанной помогать всем. Это да. Таких же, как сама детей инвалидов, она учит математике дистанционно. Аня у себя дома, ученики у себя. Но за границу своей квартиры она выходит не только с помощью интернета, буквально. Ездит по России, летает в курортное заграничье. А еще в помощь молодым инвалидам учредила свой фонд. Их научить жить точно так, как живет сама, ее первая цель. И весь праздничный зал Ани аплодировал стоя. Необыкновенная Аня. Только одна героиня одного из 20 тысяч сюжетов, которые за 20 лет были показаны в эфире Седьмого канала. 130 тысяч часов вместе с Вологдой. Это еще начало пути. Мы надеемся, что и дальше будем радовать вас нашим творчеством, работать для вас и ради вас. А юбилейным подарком от губернатора стала новая телевизионная студия. И пожелания от его подчиненных. Только хорошие новости. Тем, кто виновен в плохих, на правительственных планерках от губернатора достается.